Девушки отдыхают Сегодня в программе Самые ужасные наводнения в Европе и монахи Шаолине Великий святой Серафим Саровский и первый полет к Южному полюсу Иисус Христос, Будда и знаменитый проповедник ведической культуры Шрила Прапупада В программе «Самоосознание», посвященной теме Аскезы На эту тему беседует наш гость-философ-проповедник Чайтанья Чандра Чарандас И ведущий программы Куатбай Таджимуратов Сегодняшняя наша тема Аскеза Чайтанья Чандачарам Прабу Говорится, что Аскеза является богатством отшельников, а богатством браманов Пожалуйста, расскажите, что такое Аскеза? Почему необходимо совершать Аскезы? Аскезы необходимы Аскезы, прежде всего, это добровольное ограничение Когда человек принимает на себя определенные ограничения, называется аскетический образ жизни, аскетичный человек То есть он не притязателен, не расширяет своих каких-то материальных потребностей, не увеличивает материальные желания, он живет просто Это аскезы Потому что общая тенденция такова, что мы хотим как бы жить без ограничений Мы не любим ограничений Например, если мы хотим выздороветь, то врач, он скажет, нужна аскеза, нужна ограничение какое-то И нам не нравится эта диета, хотя нам необходимо это принять для выздоровления В принципе, мы не любим И мы ждем, когда же мы поправимся, чтобы отбросить эту диету Но если мы живем без ограничений, болезнь снова возвращается, и снова нужна аскеза, ограничение Поэтому мы говорим об аскезе как о чем-то полезном Такой момент хотим затронуть Но если мы посмотрим внимательно, в любой сфере деятельности, духовной или материальной, необходима аскеза, чтобы достичь какого-то результата Ограничение принять Даже студент, чтобы получить образование, должен столько терпеть, жить в общежитии, жить на небольшую стипендию То есть аскеза налицо Но ради какого-то высшего результата, он это принимает добровольно То есть человек способен на вот такую добровольную аскезу Тогда как живые существа ниже человека, животные Они подвергаются вынужденной аскезе Там тоже есть аскеза, но она вынуждена, никто не хочет каких-то ограничений в животном мире Но природа сама создает такие условия То есть на открытом воздухе, зимой, летом, под стихиями дождя и прочее Аскеза налицо опять же Иногда они добывают пищу, иногда не очень удачно у них это все Иногда они сражаются, едят друг друга Тут очень много аскезы, терпения, когда нужно терпеть, преодолевать какие-то трудности Но человек создан для добровольной аскезы И если он не принимает добровольную аскезу, как это предписано священными писаниями Тогда, конечно, он будет терпеть вынужденную аскезу Он создаст такие условия, такой мир, где все-таки страдания придут какие-то Ему придется все равно совершить какую-то аскезу, чтобы преодолевать эти уже обстоятельства Все равно он вынужден много будет работать чрезмерно, немножко наслаждаться Но ради наслаждения он будет много-много трудиться, много-много терпеть, преодолевать какие-то трудности Тоже аскеза Потому что любой плод в человеческой форме жизни через усилия добывается Известно немало фактов, свидетельствующих о том, сколько усилий пришлось совершать людям Но вечно вписавшим свои имена в историю мира Например, путешествие к Южному полюсу американского исследователя Ричарда Берда Он стал первым человеком в мире, совершившим полет на самолете над Южным полюсом Его экспедиции пришлось зимовать в Антарктике в условиях ураганных штормов И температуры минус 70 градусов по Цельсию Чтобы выжить, они построили маленькую деревню в вечной мерзлоте Которая вскоре оказалась погребенной под снегом Вместе с экспедицией зимовал и самолет, на котором Берду предстояло лететь к полюсу Несколько месяцев исследователи жили, по словам Берда, как семейство кротов 2000 миль отделяли этих людей от ближайшего поселения в Новой Зеландии Апофеозом этой полной лишений, но стремившейся к своей цели экспедиции Стало 29 ноября 1929 года Когда поднявшись в воздух, Берд и несколько его спутников достигли Южного полюса Это был полный триумф Нация встречала Ричарда Берда как героя Как говорится в Библии, хлеб с потом и кровью добивается человеком, зарабатывается То есть нужны какие-то усилия, это называется аскеза Аскеза дает хорошие результаты, плоды Через совершение аскез можно достичь любого материального результата Если мы знаем какая аскеза, какой результат приносит, скажем Некоторые аскезы приносят человеку мистические силы Например, обливание холодной водой Если человек обливается по утрам холодной водой, купается круглый год в водоемах Или он становится вегетарианцем Он также обретает какие-то мистические способности, ментальную силу Может понимать мысли других людей Это вот аскеза в питании, аскеза в поведении Аскеза речи существует, ума, поступков Она дает дополнительные внутренние силы человеку Поэтому отшельники прошлого, они совершали аскезу добровольно Ради вот этих вот результатов именно Чтобы обрести более тонкие совершенства Они уходили от людей на какое-то время Это аскеза, не общаться ни с кем Обет молчания давали Как многие святые в России Как, скажем, Андрей Рублев, иконописец известный Вот его икона есть, Троица Он добился этого, как бы, произведения совершенства через аскезу Он давал вид молчания, это известная история Он долго-долго время молчал И он глубоко размышлял на эти темы И вот он сделал этот шедевр, который по сей день Вот люди смотрят и чувствуют вдохновение Такой результат Это результат его аскезы Также некоторые монахи, они создали иконопись Вот этот канон иконописи Это один из монахов Он совершал аскезу И ему явился как бы ангел И показал эти, как бы, стандарты Как мы говорим, каноны И по которым сейчас уже эта иконопись Вот мы видим как таковую ее То есть аскеза дает какой-то контакт С более тонким разумом Утончает чувство человека Разум очищает его, так скажем Поэтому веда говорит, что человек создан для аскезы Предназначен для аскезы То есть все, что он хочет добиться хорошего Он достигнет через аскезу Вы сказали, что существует две формы аскезы Аскеза, которая совершается добровольно Ради достижения нечто ценного, нечто духовного Также есть вынужденная аскеза Когда человек совершает вынужденную аскезу Чего он достигает? Когда он совершает вынужденную аскезу Например В стране гражданская война Скажем, не хватает пищи Это аскеза начинается Да, какие-то страдания Блокада какого-то города Мы знаем, вот Ленинград был в блокаде Или когда я был в Владивостоке Там не было электричества и воды И видно, что люди переживают какие-то трудности Но поскольку они вынуждены, они без доброй воли принимаются Вынуждены, то люди начинают страдать Часто люди страдают от природных катаклизмов Так, летом 2002 года на Европу обрушились необычайно сильные ливни и ураганы Они вызвали в Европе самые ужасные за последние сто лет наводнения Например, Германии за всю свою историю Не приходилось проводить такой массовой эвакуации Жителей городов и деревень Как во время этого наводнения века Тысячи горожан покидали свои дома Некоторых пришлось спасать в последнюю минуту На лодках или вертолете Во Франции 23 человека погибло 9 пропало без вести И тысячи получили серьезные ранения В Чехии сильно пострадала Прага Но за пределами столицы ситуация обстояла еще хуже 200 тысяч человек оставили свои дома В результате наводнения были затоплены целые города Страдание означает, что люди не хотят аскезы Не хотят терпеть этих лишений Они возмущаются и страдают Но также нужно понять, что люди возмущаются Те, которые не знают законов кармы Потому что они считают, что это несправедливо По отношению к ним Если изучить законы кармы Мы можем найти причины, которые совершенно справедливо Как бы привели к такому результату Люди должны были получить такой результат Соответственно, их прошлой деятельностью И то есть знание уже поможет нам принять Эти аскезы по-другому По-другому к ним относиться Вот это отношение человека Ко всем трудностям жизни Скажем, к смерти так же Вообще к этим явлениям Самый важный момент Правильное отношение выработать И вот благодаря тому, что мы можем принять То, что с нами происходит Может много открыться человеку Мы можем заметить, что человек Большей частью сопротивляется обстоятельствам Противопоставляет себя И вот это заставляет его сильно-сильно страдать Хотя обстоятельства Они свыше посылаются человеку Для того, чтобы его очистить именно И стоит ему просто принять с благодарностью Эти условия, которые у него есть Как он постигнет нечто большее на самом деле Поэтому вынуждение аскезы Это как бы напоминание человеку О том, что он в неверном направлении идет То есть природа оказывает давление на него Как бы останавливает его Тот путь, который он выбрал Он становится препятствием на его пути Иногда он осмысливает нечто Как, например, иногда приходят болезни к человеку Все было хорошо Но вот вдруг пришли болезни Тяжелые болезни К 40-45 годам Многих это происходит И сначала он бунтует Разум человека Почему со мной это не кажется справедливым Я еще жил бы и жил У меня столько сил И вот пришла какая-то болезнь Но затем он пытается понять причину болезни Сначала вот на уровне медицины Он это исследует К врачам идет Если там не находит выхода Он идет дальше уже Каким-то более сверхъестественной силой Бабушка какая-то может быть поможет Он на все готов ради исцеления И когда бабушка немножко помогает Начинает верить Что существуют какие-то еще силы У него открывается какое-то понимание Вот эта аскеза Вот эта вот вынужденная вещь Она напоминает ему В конце концов он приходит к такому врачу Который говорит Вот вы знаете, есть причина в вас этой болезни Поскольку вы имеете вот такое настроение Это вылезло в болезни И для него открытие Он оказывается не знал себя Как бы он вел неправильный образ жизни Вот очень много таких примеров Когда люди обращаются И к каким-то мистическим писаниям Из-за болезни И к священным писаниям И к Богу обращаются И открывают для себя Как бы этот мир новый И с этой точки зрения Мы видим, что болезнь вернулась Как бы благом для человека Вот так же можно понимать И эти обстоятельства Которые вынуждены складываться для нас Тоже можно обратить его благо Если человек достаточно разумен Подготовлен к этому Значит мы должны совершать Аскезу Для достижения Нечто ценного И что вы порекомендовали Обычным людям Какую аскезу они должны совершать Чтобы получить что-то ценное Аскеза должна быть в благости Говорит, веда описывает Есть аскезы как бы в разных качествах И есть аскезы, которые не предписаны Самоистязание не предписано То, что наносит телесный вред человеку Это, говорится, аскеза в невежестве Это самая примитивная Такая глупая форма аскезы Школа монастыря Шаолинь Знаменита своей системой единоборств Разработанный монахами Шаолиня Стиль борьбы без оружия Считается основой всех китайских форм Боевого искусства За оточенной техникой Стоят годы ежедневных И упорных тренировок Первое правило Шаолинского устава гласит Занимаясь боевым искусством Монахи делают это Только для укрепления Собственного духа и тела И должны тренироваться С утра до вечера Система тренировок сложна Она подчас изнурительно И связана с суровыми испытаниями Благодаря ей Монахи Шаолиня обладают Молниеносной реакцией Железной волей И подчас не менее железной головой Есть такие демоничные люди Которые совершают аскезы Они склонны к самоостязанию Вплоть до того, что отрезают куски плоти Свои собственные Бросают в огонь Как жертву Предлагают божество определенному С целью, чтобы божество спустилось И выполнило все его желания Также Хиранья Кашипу известен Из Бхагавата Пурана Это великий был Демон, великий человек Он тоже совершил Демоничные аскезы Он довел себя до того Что у него осталось Только кости покрытые кожей Практически не было тела Но как мистик Он поддерживал жизнь в этих костях Вот в таком состоянии находился Такую аскезу совершил Некоторые религиозные течения Практикуют обряды В течение которых участники Наносят себе телесные увечья И причиняют боль Это делается с целью Глубже войти в ритуальный транс Хотя трудно до конца оценить Где заканчивается Религиозное чувство И начинается простое желание Показать себя публике А Будда уже совершал аскезу Для других целей Хотя тоже его аскезы не имеют равных Вот я видел аскезу Будды Скульптура Там тоже скелет обтянутой кожей И вены под кожей Больше ничего нет Будда был в таком состоянии Но он ради самоосознания это делал И открыл как бы вот нирвану Например он открыл Дал людям какое-то понимание Над материей То есть ради какого-то просветления Будда значит просветленный И какую аскезу мы совершаем Как люди Мы не должны подражать Будде Или становиться демонами Нам нужна аскеза благости Предписанная писаниями То есть аскеза благости Означает мы отбрасываем Отказываемся от плохих вещей Что именно? Плохие вещи Это интоксикация для человека Они вообще не нужны Природа не предусмотрена Чтобы человек принимал интоксикацию Никак Еще удивительная вещь Они покупают сигарету И губят самого себя Так и есть Но они же не знают об этом Что они губят самого себя Хотя Минздрав предупреждает Но никто как-то всерьез не воспринимает А результат плачевный потом То есть все интоксикации Они губят в природе человека Его духовной природе Они оттупляют его сознание Примитивно мыслит человек Который принимает Постоянно какие-то интоксикации Скатывается до состояния камня Бесчувственного Как наркоман уже Это уже как бы Кульминация его развития Также аскеза Это отказаться от убойной пищи Хорошая аскеза Стать вегетарианцем Аскеза также Не играть в азартные игры Ради каких-то денег Обмана, хитростей Игра в шахматы Она считается интеллектуальной Но если на деньги Уже она отвергается Уже это не очень чистая игра Будет восхорняющая разум человека И также незаконные Сексуальные отношения Которые противоречат Семейным принципам Религиозным Также отвергаются Вот этой аскезы В принципе достаточно Чтобы жить уже Такой чистой Просветленной жизнью То есть постепенно Качество жизни человека Будет меняться Еще одна из аскеза ума Что сделает человека счастливым Если это аскеза Предварительное тело Она очистит просто его Аздоровит может быть То ум От состояния ума Зависит на сколько Человек счастлив Он может быть здоров Но несчастлив Потому что ум Его не дает покоя Скажем Чем-то недоволен Или какие-то желания Не выполнены Если ум заставить Заставить сначала Вот эта аскеза Потому что он не привык Заставить думать Об абсолютной истине Размышлять о Боге Вот эта аскеза Сделает человека Счастливым Полностью И внутреннее его состояние Станет гармоничным Просветленным Позвученным Получается так Что люди В этом мире Они боятся Каких-то неудобств Они боятся аскез Но они хотят Просто наслаждаться И тогда Вот это умное настроение Непосредственно Приводит к страданию Вот это можно назвать Вынужденной аскезой Верно Вот это и есть Причина страданий Когда человек Отвергает аскезу Ограничения Благости Живет просто как Говорят ему Чувства Без ограничений И тогда приходят страдания Вот это уже Вынужденная аскеза Потому что без аскезы Человек не может жить Мир устроен так Что он должен быть В какой-то аскезе Бхагавадгиди Конечно говорит Что Три вещи Совершать можно Даже святым Потому что Эти совершения Три вещи Очищают даже святых Вот у меня вопрос Для чего Святые Совершают аскезы Вроде святые означают чистые Для чего он берет на себя Дополнительные какие-то аскезы Очень интересный вопрос Потому что Чтобы Очистить свое личное существование Не такая же большая аскеза требуется Вот немножко Отрегулировать питание Скажем Вегетарианцем стать То что мы перечислили Какие-то личные принципы Здоровой жизни Размышлять о Боге Читать священное писание Не делать какие-то греховных вещей То есть можно научиться этому Легко Но когда человек Очистился От определенного состояния И хочет идти дальше То обычно Он принимает аскезу Уже ради других То есть ради себя Он уже все сделал Фактически Он достиг какого-то Ощущения счастья Гармонии внутри себя Но он не успокаивается Потому что Его чувство сострадания Он как очищенный человек Сострадает другим И он понимает Что чтобы продвигаться дальше Он должен еще помочь Другим людям То есть на божественный уровень Чтобы подняться Он должен что-то сделать Для других людей Постараться Его долг такой Высший долг Послужить как бы Богу уже То есть ему уже ничего Собственно не нужно Великий святой Серафим Саровский Живший в конце 18-го Начале 19-го века Совершил в течение Своей жизни Множество аскез Особенно тяжелым Был подвиг Столпничества Когда в течение Тысячи ночей Преподобный Серафим Стоял на большом Камне в лесу Непрерывно молясь И обрел Дар провидения И исцеления Великий дар Был дан Серафиму Саровскому Ему явилась Божья Матерь И по ее велению Он стал принимать Всех приходивших К нему за помощью И советом Как духовный врач Он исцелил Множество приходивших К нему людей Кротким словом Наставлением А главное Исходившей от него Любовью Так мы видим Примеры в истории Как Иисус Христос Это совершенная личность По качествам По описанию Совершенная личность Обладающая Способностями Веры в Бога Полной Абсолютной Действующая Как его слуга Приказывающая стихиям То есть Идущая против законов Природы Исцеляющая Неисцелимые болезни То есть Все эти факторы Говорят о том Что он Совершенный человек Что он В сознании Бога В полном находится И при этом Он совершает аскезу Он идет на крест Очень суровая аскеза Сверхчеловеческая аскеза То есть Обычный человек Он не вынесет того Что вынесет Иисус Христос Должным образом Конечно Он может вынужденно Умереть на кресте Но это совсем не то О чем Что сделал Иисус Христос Он при этом Молился за своих Мучителей Совершенно искренне Просил Бога Что они ведут Что творят Потом прости их Это очень необычная личность И он брал эти аскезы Для других людей Чтобы помочь другим людям Это называется уже Божественная аскеза Такую аскезу Конечно нельзя Подражать Имитировать таким вещам Потому что Нужно быть тогда Очень высокого уровня Человеку Но когда мы достигаем Такого высокого уровня То естественно Мы захотим сами Естественным образом Совершить что-то для людей Не обязательно идти на крест Есть много других способов Как помогать Например Просто распространять Духовное знание Другим людям Это тоже большая аскеза Придется Несколько отречься От своей личной жизни Потому что нужно же Посвятить себя Людям Просто людям Поэтому ради большой семьи Мы иногда жертвам Вот вниманием К своей семье Не уделяем достаточно У нас просто мало времени Больше ездим То есть какая-то аскеза Да, налицо Но она приветствуется свыше Поэтому никто не остается В проигрыше Ни семья его личная Ни человек Ни другие люди Она абсолютно хороша Вот такие примеры В обществе Они очень важны Когда человек совершает Божественную аскезу Также Ярчайшей личностью Нашего времени Является Шрила Прапупада Который принес Сокровенное знание Древних вет В страны Запада Вся его жизнь Была духовным совершением И примером Необыкновенной дисциплины Он спал По 4 часа в сутки И каждую свободную минуту Посвящал служению Богу Он написал Более 60 книг Открыл Свыше 100 храмов По всему миру Благодаря его Самоотверженности И трудолюбию Мы обрели возможность Узнать ведическую науку И культуру В неискаженном виде Когда человек Или святой Который посвятил Свою жизнь Ради того Чтобы помогать другим И распространять Духовные знания Не всегда приветствует их Иногда бывает Гоняют их Избивают Это тоже аскеза Это тоже аскеза Да Это трудности Которые встретятся Во время проповеди Тюрьмы могли сажать Как раньше Люди преследовали Религиозных проповедников Но позже Есть три этапа Через которые проходит Проповедник Свящая аскезу Сначала будут смеяться Потом преследовать Потом восхищаться Когда осознают Смысл учения Уже восхищаются Часто бывает После смерти После смерти Да Но это не должно волновать Проповедников Те кто распространяет Знание Бога Не должно волновать Когда их признают Они не должны быть Привязаны к этому Жертва Это такова аскеза Итак мы сегодня говорили Об аскезах Аскеза Это богатство святых Аскеза Это богатство брамана Поэтому мы должны Совершать аскезы Или воздержание Ради того Чтобы получить Нечто ценное Как для себя Так и для Окружающих нас Близких людей До свидания До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова